До нашей съемочной группы в операторской экрана Голиаф не было ни одного журналиста. Пол здесь под ногами немного шатается, ощущения, прямо скажем, жутковатые. Голиаф – это уникальное сооружение по совокупности трех характеристик. Грузоподъемность, ширина и высота – это самый большой в мире кран. Высота почти 100 метров, грузоподъемность – 1200 тонн. Главная балка – шириной с небольшой проспект. Находясь здесь, не испытываешь даже страха, несмотря на высоту. От конструкции веет устойчивостью и надежностью. Голиаф виден из любой точки Большого Камня и даже из Владивостока. И этот кран – лишь часть открытого тяжелого достроечного стапеля. После введения в эксплуатацию здесь будут строить тяжелые танкеры и буровые установки. Сейчас на Голиафе идут пусконаладочные работы. Жизнь не затихает ни на минуту, ни на открытом воздухе, ни в цехах. Заготовительное производство мы сейчас на нем находимся. В частности, здесь находится линия резки листового металла «Обнимат-8000», на которой производится резка плоских деталей для последующей их подачи на сборку секций. В этом цехе с линии резки листового металла начинается жизнь будущих танкеров. Грохот, сварка, запах гари и мазута – через несколько минут к ним привыкаешь и перестаешь замечать. Еще через какое-то время проходит и ощущение страха. Ведь прямо над головой то и дело проносятся тяжелые краны. Но первое, что бросается в глаза и поражает в цехе, где идет строительство будущего судна – абсолютная чистота. Это удивляет даже работников «Звезды». Чисто. Вот первое впечатление здесь чисто. И свежий воздух. Эти листы железа – части будущего судна. Их режут, а после собирают в секции. Судостроительный завод – как огромная и дорогостоящая игра «Лего», где танкер строит постепенно кубик за кубиком. Только длина и ширина деталей – десятки метров. Знакомые с бригадой посоветовали здесь чисто, тепло, море близко и заработная плата. Новый завод построили. Приехал посмотреть. Ну и, конечно же, уровень совершенно другой. Здесь все высокотехнологично, современно и красиво. Даже полы специальные по немецким технологиям. Блок корпусного производства, красочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель – это лишь первая очередь огромного строительства. Она будет полностью закончена в 2019 году. А завершить строительство всей суперверфи планируется в 2024 году. К этому времени здесь возведут 30 цехов. Маленький город в Приморье – сегодня один из крупнейших в России инвестиционных проектов. В строительство завода «Звезда» вложено около 140 миллиардов рублей. И это только производственная часть. Оборудование все на высшем уровне. Все приходилось делать вручную, а тут я делаю себе машину. Конечно, уровень высокий. Кадры на судостроительный завод сегодня ищут по всей стране. Начальник блока корпусного производства Сергей Евстратов приехал в Большой Камень из Санкт-Петербурга 8 месяцев назад. Специально, чтобы работать на «Звезде». И перевез семью. На заводе трудятся вместе с женой. Она у Сергея – инженер-технолог. Кстати, я еще поехал, потому что я и раньше здесь бывал. Я от одной организации ездил сюда в командировки. Мне в Большом Камне, в принципе, понравилось. Поэтому переезд сюда для меня не был нечего таким необычным. Я уже, в принципе, знал, куда еду. Когда строительство судоверфи закончится, здесь будут работать 7,5 тысяч человек. Всех нужно обеспечить жильем. Его в Большом Камне сегодня строят специально для работников «Звезды». Два дома уже сданы и даже заселены. Возводятся еще 16. Программу строительства жилья в Большом Камне курируют два вице-премьера – Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев. У нас очередь из желающих. У нас работники все пребывают. Очень много иногородних работников с других городов, других регионов, как Приморья, так и всей России. Поэтому мы именно для этого ведем жилищное строительство, чтобы обеспечить всех нуждающихся работников с течением времени в жилье. Первые суда сойдут со стапелей «Звезды» уже в 2018 году. Сегодня здесь строится 4 ледокола-снабженца и плавучий док. Также подписаны контракты на создание 10 танкеров типа «Афромакс». В целом же портфель заказов Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, частью которого является «Звезда», заполнен до 2035 года. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.